Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. До кадров не дошли. Депутаты так и не назначили главу НБУ, но приняли важный закон в первом чтении. Какой? Из Стокгольма с победой. Нафтогаз выиграл процесс против Газпрома. Сколько отсудили? Погодный апокалипсис. Снегопады парализовали практически всю Европу. Как справляется Украина? До появления антикоррупционного суда один шаг. Нардепы сегодня приняли законопроект, который предусматривает создание нового органа. Все прошло на удивление быстро, но хочется надеяться, что законодатели действительно изучили документ. Что изменит этот закон в правовом поле Украины? Подробнее в материале. И с кадром не разобраться и к антикоррупционному суду приблизиться. Планы у депутатов сегодня были грандиозные, но с утра стало понятно. Назначать главу НБУ не будут. По Национальному банку продолжаются консультации. Анонсируют только принятие законопроекта об антикоррупционном суде в первом чтении. Пока депутаты доезжают по засниженным дорогам, спикер, как может, тянет время. Первым делом вопрос информационной политики. А когда видят, что в зале есть люди, главный законопроект предлагают рассматривать по сокращенной процедуре. Мы втратим голос за годину рассматривания. Не делай дурницей. Нам тебя суд. Сокращенная процедура – это по две минуты на выступление и обсуждение. Замглавы администрации президента просят дополнительные 30 секунд, чтобы хотя бы тезисно изложить суть документа. Депутатам тоже приходится ужимать свои выступления, не скрывая негодования относительно спешки в рассмотрении. Дуже вивка проблема, что мы не обговорю, а что такое антикоррупционный суд. На жаль, я думаю, что тут не так много людей, которые вообще понимают, за что они сейчас будут голосовать. Что это за суд, с чего он складывается и почему такая борьба за этот суд. Кто будет судею антикоррупционного суду, какие квалификационные требования для него будут ставиться. И кто его будет призначать, а после этого – освободить. Те, в який способ рассматриваются законопроекты про антикоррупционный суд, демонстрирует в этой стране, что это имитация борьбы с коррупцией, а не реальная борьба с коррупцией. Едина возможность подолать коррупцию – подвищение доходов украинцев, подолание бедности, развитие национальной экономики и создание рабочих мест для людей. Главное, что требуют нардепы – это учесть требования Венецианской комиссии. В коалиции успокаивают. К второму чтению сюда пишут. Я закликаю всех объединиться и поддерживать президентский законопроект про создание антикоррупционного суду. До второго чтения, перед достаточно подтверждением, обязательно нужно, чтобы суд концентровался только на сфере про топ-коррупцию, и обязательно нужно, чтобы при подборке судов было право в это у наших международных партнеров. Нам нужно допустить наших международных экспертов и наших международных доноров до участия в Громадской Раде, чтобы они принимали участь в обговорении будущих кандидатов. Нам нужно снять квалификационные требования для будущих судов, а именно 5 лет в стаж, потому что сейчас общество не доверяет судам полностью. Эмоции в зале Бурриле уже через несколько минут, когда закон набрал голоса. Ну а до кадровых вопросов так и не дошли. Мы предполагали, чтобы сегодня был рассмотр, но они кулуарно что-то домовилися и не принесли сегодня на звольнение Гонтареву, потому что все идет за колесами. Ничего не решается ни на погоджевальных радах, ни в зале парламенту. Все решается в теньовый способ за колесами. Гонтареву держат как разминную монету в других кадровых назначениях. Мы понимаем, что Национальный банк не может быть без керевника, но на заседании фракции мы встречались с паном Смолієм, задавали ему вопросы. Не на все вопросы мы получили задовольные ответы, мы не слышали правильного плану развития. Торги идут между двумя фракциями – БПП и Народным фронтом. За посаду, кроме керевника Национального банка, за посаду его заступников. Мы не будем поддерживать кандидатуру нового керевника Национального банка, потому что, во-первых, он не просил встречи с фракцией, и мы не видели его вообще и не слышали его программу. А второе вопрос – мы находимся в оппозиции, в жорстке до влады. Мы не имеем механизмов контроля за керевником Национального банка, который будет предназначен. И не хотим ответить за действия, которые, возможно, с его стороны, которые, возможно, приведут к падению национальной валюты. В коалиции не скрывают, они до сих пор ищут компромиссы. Не будет рассматриваться, что несколько депутатов и депутатских групп в коалиции считают, что нам нужно рассматривать все организационные кадры и вопросы, которые накопичились, и для этого выделить окременно один день. На их мнение, и вопросы обращения омбудсмена, и вопросы обращения членов ЦВК. В итоге кадровые вопросы перекочевали на следующую пленарную неделю. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Владимир Дедов. Подробности в телеканал Интер. Закон о создании антикоррупционного суда нужно принять незамедлительно. Об этом Петр Порошенко заявил на заседании Совета нацбезопасности. По регламенту у нардепов есть две недели на внесение поправок. Далее дискуссия. И эта процедура не должна быть нарушена, подчеркнул президент. При этом он уточнил, что искусственно затягивать голосование во втором чтении нельзя. С запуском высшего антикоррупционного суда в Украине должно закончиться создание антикоррупционной вертикали. Я хотел бы сразу попередить. Я не дам заговорить проект безглуздыми, синтаксичными или орфографическими поправками. И не дам отложить его очень долго шукляту, как кто-то рассчитывает. Жодные зволюкания с другим читанием абсолютно неприпустимыми. Вважаю, что закон должен быть остаточно ухвален весной. Короче, она уже пришла. Закон о проекту внесения изменений в уголовный кодекс подал лидер социалистов Сергей Каплин. Он убежден, что нардепы с двойным гражданством угрожают национальной безопасности Украины и предлагают приравнять двойное гражданство к государственной измене. Нардеп считает, что так называемые мультипаспортники могут работать на другие страны и разглажать гостайны. По его словам, под действие этого закона попадает Вадим Рабинович. Он же Давид по израильскому паспорту. Лидером, символом, иконою є, на мою думку, викопаний корупционер Рабинович. Веде роскішное життя. По декларации церковная миша. Я считаю, что нужно сделать все, чтобы криминализировать ответственность для тех, кто ховается за другим паспортом. Мы внесли соответствующие изменения к криминального кодексу, чтобы карать не административной ответственностью таких людей, а криминальной тюрьмой от 3 до 5 лет. Нафтогаз выиграл судебный спор у «Газпрома». Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской стороны о компенсации за недопоставленные России объемы газа для транзита. Суд постановил выплатить более 4,5 миллиардов долларов. Часть денег покроет долг перед Россией за оплату газа в 2014 году, а более 2,5 миллиардов «Газпром» обязан вернуть на счет нафтогаза. Впрочем, в компании о возврате средств говорят неохотно, не исключают, что фактически компенсации не будет. В свою очередь в «Газпроме» заявили, с решением стокгольмского арбитража не согласны и будут снова обращаться в суды. А уже сегодня российская компания отказалась поставлять газ в Украину. В «Газпроме» подчеркнули, соглашение на поставку газа в марте не было согласовано, поэтому контракт не подписан и украинские компании вернули ранее перечисленный аванс. «Нафтогаз» также хотел добиться изменений тарифа для транзита газа, но суд в этом отказал. Президент Петр Порошенко отметил, что решение стокгольмского арбитража положительно скажется на валютных резервах страны. Позже на заседании Совета нацбезопасности Порошенко заявил, что если «Газпром» не вернет долг, то нужно добиваться ареста его активов. «Терминово забрати на Раду. И если «Газпром» не сплатит эти деньги, я так понимаю, что он начал это делать еще вчера, НАК должен добиться ареста активов «Газпрому» и обеспечения выполнения этих решений. У нас есть достаточные активы, вякие в том числе и задеяние на кшталт пивничного потока-2». Тем временем под санкции попал и сам главан «Нафтогаза» Андрей Коболев. Фискальная служба оштрафовала его более чем на 8 миллиардов гривен, которые он должен заплатить в течение 15 дней. Об этом в соцсети написал сам Коболев, выложив фотографии и документов. Напомним, в фискальной службе ранее заявили об уклонении от уплаты налогов НАК «Нафтогаз Украины» за импортный газ, поставленный из России в 2015 году. В свою очередь, исполняющий обязанности председателя государственной фискальной службы Мирослав Продан также в соцсети пообещал разобраться в ситуации и сказал Коболеву, что переживать не стоит. Цитирую, «решение ГФС будет таким же справедливым, как решение стокгольмского арбитража». Других комментариев по поводу 8-миллиардного штрафа Коболева в службе пока не дают. Генпрокуратура и СБУ не должны заниматься вопросами бизнеса. Об этом премьер Владимир Гройсман заявил на инвестиционной конференции в Киеве. Чтобы предприниматели почувствовали себя защищенными, Гройсман обещает заменить систему жесткого прессинга на разумную регуляцию. Премьер напомнил, что накануне была создана спецкомиссия, которая будет рассматривать все случаи давления на инвесторов. Он также заявил, что готов поддержать любые бизнес-инициативы, которые не несут коррупционных рисков. «На этот год мы планируем улучшить, в том числе, и законодательную базу. Мы сформировали вместе с парламентом 35 законодательных инициатив, из которых две уже ухваны в парламенте. Они так или иначе будут впливать на улучшение бизнес-климата. Для нас очень важно, чтобы инвестиции, которые приходят в Украину, чувствовали себя защищенными, а климат позволял максимально эффективно использовать этот ресурс в среде страны». Мы имеем много сфер взаимодействия. Это экономика, двухсторонняя торговля. Мы имеем хорошие показатели взрослого. Двухстороннюю торговлю приблизительно больше 450 миллионов долларов. Майже 100 миллионов – это вопрос в сфере послуг. Мы считаем, что можем развивать и увеличивать обсяг такой торговли. Мы видим потенциал с нашей стороны. Мы видим потенциал в целом торговле более 800 миллионов. На Донбассе относительное затишье. Штаб АТО сообщает только об одной провокации боевиков за сегодня. В районе Светлодарска украинские позиции обстреляли из минометов, а накануне противник атаковал поселок Луганское. Там побывал мой коллега Игорь Левенок. Каждые два часа бойцам приходится лопатить снег. На Донбассе замело так, что боевые действия приостановились даже на Светлодарской дуге. При таких погодных условиях на фронте царит пока затишье. Наши бойцы говорят, что штормовой ветер не даёт возможности боевикам прицельно стрелять. И это плюс. Но есть ещё и минус. В условиях ограниченной видимости к нашим позициям очень близко подходят вражеские диверсанты. Делают прострелы обязательно, подползают, стараются найти места, где-то кто-то зазевался, чтобы убить. Бойцы пристально всматриваются в оптические приборы. На днях засекли вражеского корректировщика и взяли его в плен. С двумя собаками пьяный, бинокль хороший, тысяча баксов, по-моему, или полторы тысячи баксов стоит бинокль. И он признался, что корректировщик. С его помощью оккупанты обстреливали позиции сил АТО. Накануне российские наёмники вели плотный огонь из орудий всех калибров. За три дня около 300-400 прилётов было непосредственно и по нам. И, помимо всего, стараются нанести вред и напугать местных жителей туда и приходы. В посёлке Луганское под обстрел боевиков попали и мирные жители. Пенсионерка Екатерина Федосеевна говорит, снаряды рвались рядом с её домом. Обстрел начался в 7 вечера. Она с внуками смотрела телевизор и вдруг окно прошил осколок. Чудом никого не задел. Я их схватила, то мы за дверью так вот встали и стояли, потому что перебухало. А то я уже побегла сюда поседала. Осколки посекли ворота и крышу дома. Там уже все дырочки, дырочка на дырочки. Дождь отпит, то будет текти все в ходу. Люди опасаются, как только распогодится, боевики снова обстреляют их посёлок. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. С Донбасса подробности телеканал Интер. Юрий Крысин и его адвокат не явились на судебное заседание в апелляционный суд. Как пояснил судья, осуждённый за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия заболел. Но прокуроры уверены, что Крысин намеренно избегает суда. Обвинение попросило доставить его 19 марта принудительно. И судьи удовлетворили это ходатайство. Напомню, в декабре Крысина приговорили к 4 годам условно. Прокуратура же наставит на 6 годах заключения. Позавчера Крысина нашли в детском отделении института сердца, где он якобы скрывается от следствия. Кабинет судьи Линника, который отпустил на свободу Юрия Крысина, обыскали детективы НАБУ. Об этом информагентство «Украинские новыны» сообщило источник в антикоррупционном бюро. Проверяли информацию о возможном незаконном обогащении судьи. Линника не задерживали. Напомню, ранее этот судья вынес Юрию Крысину условный приговор. Лидию Гаврилову оставили в должности главы госаудитслужбы. Такое решение принял апелляционный суд столицы. Не удовлетворили апелляцию об аресте имущества чиновницы также. Прокурор САП заявил, что Гаврилова может повлиять на следствие. В ответ на это аудитор назвала обвинителя чрезмерно эмоциональным. Напомню, НАБУ вместе с САП подозревают госслужащую в незаконном обогащении на сумму около 10 миллионов гривен. Педозревают никуда в нас не денется. Криминальное проведение будет передано к суду. Я думаю, что мы сделаем это в ближайшие сроки в межах этого месяца. Фактически у нас открывается прямая дорога до выполнения вимога закону о открытии материалов в сторону защиты. Это эмоциональные высказывания прокуратуры. На мою думку, это такие подходы работы правоохранительных органов. Один миллиард евро помощи готова предоставить Украине Европейская комиссия. Предложение согласовали накануне. Оформить документы обещают уже на следующей неделе. Когда же стоит ждать денег, разбиралась Елена Абрамович. Новый пакет помощи от ЕС президент Петр Порошенко анонсировал еще в конце прошлого года. На саммите Восточного партнерства. Именно тогда стало известно, что получить последний транш из предыдущего пакета Украине не удастся. Не выполнены были четыре требования. Снятие запрета на экспорт лесокругляка. Запуск автоматической проверки электронных деклараций. Закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний. Киев отправил официальный запрос на новую программу помощи и накануне коллегия Еврокомиссии его обсудила и одобрила. Это уже обсуждали в конце прошлого года, когда предыдущая программа закончилась. И, к сожалению, мы не смогли выплатить последний транш в размере 600 миллионов евро, поскольку не все условия были выполнены. Поэтому мы подготовили еще одну программу макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро двумя траншами по 500 миллионов каждый. Сейчас мы запустили все необходимые процедуры. Документы планируют подготовить на следующей неделе. Далее решения еще должны утвердить Европарламент и Совет Евросоюза. На практике получить первый транш Украина сможет к осени. Если, конечно, к тому времени Киев выполнит те четыре условия, которые требовались еще в предыдущей программе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Большинство украинцев выживает меньше, чем на 200 долларов. И в это время на улицах сотни элитных авто. Так охарактеризовал уровень неравенства в Украине глава представительства Европейского Союза Хьюк Мингарелли. На ежегодной инвестиционной конференции в Киеве он также заявил, что за неприемливого уровня неравенства Украина не может добиться устойчивого экономического роста. Многие из вас ультралибералы, я нет. Я верю, что после определенного уровня социального неравенства невозможно достичь устойчивого роста. В этой стране уровень неравенства просто неприемлем. Большинство людей пытаются выжить на менее чем 200 долларов. Но у вас сотни Porsche, Ferrari и Lamborghini на улицах. Красный самый высокий уровень опасности объявлен в Великобритании. Страну засыпает снегом, ветры становятся все сильнее. Погибли уже как минимум 4 человека. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Пробки на трассах растянулись на километры. Сильнейшие снегопады и обледенения стали причиной аварии по всей стране. Автомобили здесь ездят на летней резине и к таким погодным условиям совершенно не приспособлены. При минусовой температуре сотням людей пришлось ночевать в машинах прямо посреди магистралей. Службы спасения попросту не могли добраться до мест ДТП. Пять часов утра. Мы провели в машине всю ночь. И мы здесь такие не одни. К утру ситуацию взяли под контроль. Большинство водителей смогли вернуться домой после 16-18 часов в дороге. Впрочем, движение на магистралях полностью так и не восстановилось. На трассы выехали новые машины. Люди пытались добраться до работы. Я думаю, что когда наконец приеду на работу, уже пора будет возвращаться домой. Надеюсь, мне не придется оставлять здесь машину и все-таки удастся выбраться. Я звоню куда только можно, чтобы переслали буксир, но пока безрезультатно. Подобная ситуация на юге Франции. Там из-за сильного снегопада в пробках застряли около двух тысяч автомобилей. В Италии с перебоями работает железная дорога. В Швейцарии приостановил работу аэропорт Женевы. Отменены сотни авиарейсов в Ирландии и Британии. Здесь объявили самый высокий уровень опасности. Уровень опасности погодных условий в Великобритании подняли из оранжевого до красного. Это значит, что теперь существует реальная угроза для жизни людей. В стране свирепствует сибирский антициклон под названием «Зверь с Востока». И уже слышно приближение шторма Эмма. Он идет из Португалии. То есть первые дни весны здесь будут совершенно нетипичными. Снежными и морозными. Впрочем, это чрезвычайная редкость, когда Лондон полностью накрывает снегом. Обычно он тает за считанные минуты. А здесь даже пруды и фонтаны замерзли. Местной детворе очень редко предоставляется возможность порезвиться в снегу. Поэтому, несмотря на совершенно непривычную для них минусовую температуру, ребята не упускают случаи вдоволь наиграться. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала «Интер». От непогоды страдает и Украина. В Донецкой области 8 населенных пунктов остались без воды. Из-за снегопада обесточена местная насосная станция. Пострадали Мариуполь, Доброполье, Волноваха, Докучаевск. Премьер-министр уже поручил, как можно скорее восстановить водоснабжение, а на период ремонта обеспечить людей питьевой водой. Помимо Донецкой, замекотает Южная и Центральная области страны. Все подробности расскажут мои коллеги. Власти Киева обратились к полиции и военным просят помочь в уборке улиц. Едва ли не весь город стоит в пробках. В основном из-за аварий. Их зафиксировано больше 70. Если дороги еще хоть как-то чистят, то на тротуарах снежная каша. Дорожки, видите, не почищены. Я считаю, что это право коммунальников. Потому что это их обязанность. Завтра и послезавтра отменили занятия в школах. Не будут работать и детские сады. Но дежурные группы оставят. Чиновники призвали работодателей пораньше отпустить своих сотрудников домой. Харьков с утра был фактически парализован. Местами намело полтора метра снега. Людям приходилось выталкивать троллейбусы из сугробов. Метрополитен пустил дополнительные поезда. С непогоды сегодня начали сессию облсовета. Замгубернатора доложил, все под контролем. Чистить дороги помогают фермеры. Они вывели свою технику. В области развернули почти 400 пунктов обогрева. Юлия Светличная поручила перевести все службы на усиленный режим. Я прошу вас продолжать координовать эту работу, провести все службы на усиленный режим работы. И после закончения опыта сделать все, чтобы за несколько часов полностью обеспечить проезд центральными автомагистральными. Для того, чтобы люди могли пользоваться дорогами. Метет и в Днепре. Вчера из-за заносов пришлось закрыть трассу на Николаев. Справиться с управлением на заснеженной дороге не могли даже опытные водители. В Кропивницком за сутки выпала практически месячная норма снега. В отдаленные районы троллейбусы и автобусы просто не доезжают. Замело дороги и в области. Из-за этого пришлось отменить все междугородние рейсы. Людям рекомендуем утриматься от далеких поездок, быть обережными при пересувании по пешеходным тротуарным дорожкам города. И до 2 березня по возможности не выходить из своих домов на великую отстань. В Черкасской области порывистый ветер оборвал линии электропередач. Около 20 населенных пунктов остались без света. Перевозчики отменили 66 рейсов в отдаленные районы. Больница скорой помощи в Черкасах работает в усиленном режиме. За сутки сюда доставили более 50 человек с различными травмами. Наталью Алексеевну скорая привезла с тройным переломом ноги. Ни посыпки там, ничего не было. Уже когда сидела, скорую ждала. Еще там 3 человека подскользнулись. Только что не падали, но все равно рисковали. На улицы города коммунальщики вывели всю технику. Но снег продолжает идти и расчищенные дороги через несколько минут снова заметает. Синоптики прогнозируют, что ночью снегопад прекратится, но ненадолго. Уже 3 марта Украину снова начнет заметать. Ольга Теребинская, Елена Бруинза, Станислав Кухарчук, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер. Болгарская вакцина БЦЖ под запретом. Такое решение госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняла после смерти ребенка. Младенцу, который родился в Сумской области, было три дня. Его привили и через несколько часов ребенок умер. Пока идет выяснение всех обстоятельств, введен временный запрет на использование и продажу этой серии препарата. Драка, дискотека и блокирование трибуны. Так проходила сессия Луцкого горсовета. Заседание затянулось до поздней ночи. Что стало причиной конфликта? Давайте узнаем. То, что нынешняя сессия горсовета будет скандальной, было понятно заранее. На повестке дня стоял вопрос о передаче земли в аренду частной фирме. Говорят, продав этот участок, городская казна могла бы пополниться внушительной суммой. Это почти 2 гектара земли. Половина практически куплена как нерухом местной теплицы зеленого господарства. А половина земельной делянки имеет гектар вольна. Почему не продать эту землю? И эти деньги, это миллионы гривен, не пойдут в бюджет города Луцкого. Участок собираются передать в аренду строительной компании. Депутаты, противники такого решения, уверены, там возведут многоэтажки. Не отрицает этого и Сергей Була, имеющий отношение к инвесторам этого проекта. Но утверждает, земля нужна для ведения зеленого хозяйства. Теплицы стоят на правой стороне земельной делянки. Там высаживается рассада. Она зимой там пребывает. На левой стороне делянки весною пересаживается туда. Про багатоквартины забудовы однозначно идет мова. В будущем. Однозначно годится. Но на сегодняшний день забеспечивается деятельность того предприятия, под которое это было куплено. Несогласные с этим решением депутаты несколько раз пытались снять вопрос с повестки дня. Безуспешно. Тогда занесли в зал колонки и включили музыку. Завязалась драка. Постоянные перерывы и музыкальные паузы. По такому графику проходила сессия. На самом деле у нас такие проекты решения уже спостерегаются систематично. И именно поэтому сегодня такая реакция. Потому что депутаты смотрятся и громада смотрится, что другим шляхом выравнивать эту ситуацию и не позволить использовать таким образом землю Луцька, которой нет. Просто нет. Только к часу ночи депутаты добрались до скандального 66-го вопроса. Противники передачи земли снова пытались заблокировать работу сессии. Но их жестко встретили коллеги и муниципальная полиция. Пока одни дрались, другие голосовали. Передачу двух гектаров земли в аренду строительной компании все же утвердили. Однако противники говорят, не остановятся и готовы оспаривать это решение в суде. Анастасия Старовой, это Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности телеканал Интер, Луцк. Картину смертельного ДТП в Харькове сегодня воспроизводили в суде. Напомню, 18 октября Лексус, за рулем которого была 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся на перекрестке с Фольксвагеном и вылетел на тротуар, где находились пешеходы. Погибли 6 человек тогда. Зайцева, а также второй водитель Геннадий Дронов, теперь на скамье подсудимых. Что рассказали об аварии пострадавшей, видела Светлана Шекера. Пострадавшая в ДТП Анна Камар участвует в процессе по видеосвязи. Из-за травмы ноги она не может приехать в Харьков. Девушка до сих пор проходит лечение. Я принимала другую группу инвалидов. Я покупаю на облик утроматолога, на утроматолога. На Костылях приехала в суд и киевлянка Оксана Нестеренко. Рассказывает, тогда была в Харькове по делам. В тот вечер перед отъездом зашли с подругой выпить чаю. Стояли у пешеходного перехода. После того, как случилась авария, меня занесло под припаркованную поруч машину. Четыре месяца у меня склад находится в такой ситуации, что я от кого-то могу зависеть, как физически, так и финансово. Впервые рассказывает о произошедшем и Жанна Власенко. Тогда она была беременна. Три недели после аварии женщина провела в медикаментозной коме. Помнит только звук летящего на нее Лексуса. У Людмилы Фабрис в аварии погибли дочь и внучка. Когда на следующий день после аварии Людмила Васильевна дозвонилась дочери, трубку взял следователь. Показания пострадавших обвиняемая Елена Зайцева слушает с каменным лицом. Ее защитник обращает внимание на то, что пять человек приняли по 50 тысяч гривен помощи. А это смягчающее обстоятельство. Все потерпевшие это подтвердили, что попытки оказать помощь семья Зайцевой и Алены, начиная с октября месяца, действительно совершали эти попытки. Опрос свидетелей продолжат на следующем заседании 6 марта. Елене Зайцевой и Геннадию Дронову грозит по 10 лет тюрьмы. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. «Оскар» стартовал. В Лос-Анджелесе расстелили первые рулоны знаменитой «Красной дорожки». С этого всегда начинается «Оскаровская неделя», финальные дни подготовки к вручению главной кинопремии. О голливудских настроениях этого года подробнее Дмитрия Напченко. Тот самый момент, когда судьба «Оскара» вовсе не от продюсеров и не от киноакадемиков зависит. На два дня главной тут становится ковровая команда «21 мастер». Самые лучшие, кого только можно найти в Лос-Анджелесе. Их задача ведь не просто 2000 квадратных метров ковра расстелить. Нужно замаскировать каждый стык. Натянуть дорожку так, чтобы никаких складочек не было. Одну единственную щель пропустишь, и случится грандиозный скандал. Кто-то из режиссеров, или еще хуже, кто-то из киноактрис, на глазах у папарацци упадет. Как это тут уже бывало. За падением звезд, но падением, увы, совсем в другом смысле слова, в этом году будут наблюдать и зрители. За 90-летнюю историю. Это, пожалуй, первый «Оскар», когда главная тема обсуждений. А вот отважиться или нет прийти на красную дорожку, или прийти просто в зале тихонько посидеть, те голливудские актеры, которых пресса, и неважно, заслуженно или нет, обвинила в сексуальных домогательствах. В этом году здесь есть свой черный список. Те, кого Академия не просто не пригласила, а настоятельно попросила на своих мероприятиях больше не показываться. Это и Харви Вайнштейн, без которого раньше ни один «Оскар» не обходился, а теперь ему стыдятся руку подать, и звезда карточного домика Кевин Спейси, появление которого для любой церемонии честью было, но сейчас он персона нон-грата. Люди, с которыми здесь, в Голливуде, я откровенно говорил, последние дни, признаются, фабрика грез охвачена страхом и ужасом. Все напуганы, все чрезвычайно осторожны. Когда старых знакомых видят на улице и здороваются, то больше не обнимаются, чтобы случайно не получить обвинения в сексуальных домогательствах. А красивым женщинам, даже коллегам по работе, самых невинных комплиментов больше не делают. И тоже, чтобы не попасть под пресс общественного мнения. Обвинений уже так много. Этот Оскар за 90 лет стал первым, когда Голливуд перестал скрывать свои грязные тайны. Когда отверг тех, кого десятилетиями считали неприкосновенным. И теперь тут не знают, кого еще из знаменитостей новые откровения могут снести с киноолимпа. Из Лос-Анджелеса Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Конкурс на лучшие архитектурные решения по восстановлению исторических объектов объявили в столице. Более тысячи архитекторов, дизайнеров, общественных деятелей собрались сегодня в Киеве. Организаторы этого мероприятия – общественная платформа «Сос Майбутни» и архитектурный проект «Прагматика». Один из объектов, который планируют восстановить – это домик Николая Леонтовича. Это композитор, написавший всемирно известную композицию «Щедрик». Сегодня презентация нашего нового большого архитектурного проекта, который включает в себя электронный журнал и площадку для обмена мнений между архитекторами украинскими, международными и теми, для кого, собственно, эти архитекторы строят. Мы совместно с Натальей Заболотной, с ее фондом гуманитарного развития Украины откликнулись на инициативу этого фонда по ревитализации и воссозданию домика знаменитого украинского композитора Николая Леонтовича. Наш фонд гуманитарного развития Украины с однодумцами оголосили громадянскую платформу «Сос Майбутни», где запропонували громадянам нашей страны фотографироваться с хештегом «Сос Майбутни» на фоне замков, что руйнуются, біля палаців, які зникають з культурного ландшафта нашей країни. Кто пытался убить Елизавету II? Зачем китаянка сдала в морг живого мужа? И когда появились первые в мире тату? Обо всем этом прямо сейчас. Оружие только для взрослых. В США крупнейшая торговая сеть запретила продавать винтовки и боеприпасы лицам до 21 года. Политику по продаже огнестрельного оружия пересмотрели после масштабной стрельбы во Флориде, когда подросток в школе убил 17 человек. Новые правила вступят в силу в ближайшее время. Неизвестное покушение. В Новой Зеландии рассекретили документы о попытке убить Елизавету II. В 1981 году некий несовершеннолетний Кристофер Льюис выстрелил в королеву, когда та вышла из автомобиля. К счастью, киллер стоял слишком далеко, а его оружие было малой мощности. Ее величество не пострадало. Инцидент замяли, чтобы не портить отношения между странами. Поспешила попрощаться. В китайской провинции Хубей жена отправила в морг еще живого мужа. Мужчина был смертельно болен и, казалось, не подавал признаков жизни. Зато их заметили сотрудники морга спустя несколько часов. Они возвели скорую, но несчастный скончался до ее прибытия. Все как в кино. Улицы Лос-Анджелеса украсили рекламные щиты, как в фильме «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Эта лента, к слову, номинирована на Оскар. Акцию устроил уличный художник. Блокаты призывают актеров и актрис быть откровенными и говорить о сексуальном насилии в Голливуде со сцены на вручении кинопремии. Британские ученые обнаружили древнейшие татуировки в мире. Фигуративные рисунки украшают кожу двух мумий, которым по пять тысяч лет. На верхней части руки мужчины нарисован дикий бык и гривистый баран. На плече мумии женщины орнаменты знаков, напоминающих латинскую букву «С». Изображение музы стоимостью почти в 70 миллионов долларов. В Лондоне с молотка ушел портрет вдохновительницы Пабло Пикассо. На картине «Женщина в берете и клетчатом платье» изображена возлюбленная художника Мария Тереза Вальтер. Их отношения развивались в период, когда Пикассо увлекся сюрреалистическими экспериментами. Вот она, сила толпы. Три десятка канадцев сбросились на лотерею по пять долларов и стали богачами. Каждый получил почти по два миллиона канадских долларов. Все счастливчики – рабочие нефтеперерабатывающего завода. Благодаря выигрышу почти седьмая часть их крохотного селения в провинции Ньюфаунленд и Лабрадор стала миллионерами. Завтра пятница, итоги недели. В этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я желаю вам легкого окончания недели, хорошего вечера и до встречи.